Встречание торгового соглашения Так устроена жизнь современного человека, что он редко отдаёт отчёт в первопричине, положительно повлиявшей на его жизнь. Вот уже десятки лет в Якутии работает мощная структура «Сила Сибири», которая приносит республике ощутимую долю бюджета. Уже давно действует газопровод через Лену и ширится количество сёл, которые подключаются к нему. С каждым годом улучшаются дороги. Автомагистраль Вилюй в скором будущем будет вся заасфальтирована. Сносятся ветхие дома, вместо них высятся новостройки. Сегодня мы встретимся с человеком, который ко всем этим выдающимся начинаниям имел самое прямое отношение. Я непосредственно на стройке 11 лет проработал. И меня перевели в один прекрасный момент в город Мирный уже, там в Вилюгострой. Он же, сама головная контора всё время переезжала. А в Мирном они оказались. И я сначала в Удачном, потом в Айхале немного, а потом опять-таки в Мирный. Назначили меня первым заместительным начальником Вилюйгострой. В Вилюйгострой тогда была самая большая строительная организация. Не только в Якутии, но и на северо-востоке. Значит, очень много объектов у нас было, строек, значит, тресты там где находились. Ну и это, я был очень молодой, и мне казалось, ну вот, какое большое дело. Тем более, что мои начальники, начальник Вилюгострой Анатолий Петрович Шрябов, великий такой строитель, главный инженер, они в это время, значит, готовились перейти на другую работу в Москву, начальниками в больших главках. Это все было оговорено и на уровне обкома, и на уровне там на Министерство энергетики и так далее, и так далее. Значит, а обком партии категорически поставила вопрос, что хватит нам, там Вилюйгострой получилась такая чехарда, знаете, все время приезжие, приезжие начальники. Они сказали, нет, хватит, должен быть наш. Значит, и, как бы вот, грубо говоря, я должен был и менять этих начальников, когда они уйдут. А до того, как это случится, меня перевели в Якутск, в обком партии, чтобы я там набрался опыта. Это для меня... Вы были партийницами? Да, я был коммунист, конечно, с молодых лет еще. Значит, и для меня это неоценимый опыт, конечно, был. Я тоже очень ценю, что вот Юрий Николаевич Прокопьев тогда, Вита Петрович Кудрин, значит, такие партийные работники, они вот отправили в обком пройти школу. Потому что я жизнь совсем с другой стороны понял. Вот мы там строим эти гигантские стройки, гидроэлектростанции, лэпы, которыми мы гордимся. Помните, фильм такой был, «Карьера» Дима Горина, там они строили эти передачи и так далее. Внизу село, а в нем нет электроэнергии. Значит, это же невозможно. Для чего тогда мы все это делали? Вот такие вот. Ну и потом, как бы, в обкоме была, знаете, какая система? Там в том числе любой работник, значит, должен был не... Вот в году 35 дней, значит, не меньше 120 дней пробыть в командировках. А чем больше, тем лучше. Непрорывно ездили, общались с людьми, изучали, смотрели. Это такая хорошая школа вообще, значит, и они абсолютно правильно делали. Потому что если они рассчитывали, что как бы вернуть меня назад в Илью Гастрою, ну я бы уже совсем другим пониманием о республике, о том, что мы должны сделать для республики. Почему вот мы как бы своими задачами заняты, а этими не занимаемся и так далее. Это большое дело. Ну а там совсем по-другому судьба сложилась. Там меня отправили учиться в Академию общественных наук, значит, на три года. Очень, знаете как, я думаю, что и Академия очень много дала. Потому что нам по 35 лет, предельный возраст, старше 35 уже невозможно поступить. А экзамены там надо сдавать, вступительные, готовиться там и так далее. Ну вот мы уже все с определенным багажом жизненным. Значит, кто здесь работал, кто здесь, кто здесь. Уже 35 лет, уже зрелые люди. А тебя сажают за парту. Не как в институте, где тебе лекции читают, а потом ты что-то говоришь. А как в школе? Так, завтра вы должны выучить это и это. И пусть вас спрашивают. Представляете себе, какая была диссертацию мы там писали, значит, кандидатскую. И это огромная школа. Вот этот багаж, который я получил вот в Абкоме и в Академии, он мне очень в жизни пригодился. И вот это настолько такая фундаментальная система подготовки была, что я не про себя говорю, а про уровень, который тогда был, давался. Что, ну, я совершенно себя легко чувствовал, вот, когда начались те формы, там, эти все гайдары, значит, там, или там Кудрин Алексей Леонидович, или там Греф, великие теоретики. Значит, я даже чувствовал, что я их превосхожу по многим знаниям, потому что вот они тогда были даны. Значит, они такие самоучки. Значит, была система. Видите, как складывается все. Вроде бы есть какая-то линия, она все время куда-то жизнь ведет и ведет. Мне кажется, что все случается неспроста. Какие-то предопределения, знаки есть. Ну, представьте себе, когда мне было, ну, сколько лет там, ну, 12-13 футбол, дворовые команды. Помните, кожаный мяч, такой знаменитый турнир был, создаются там, и вот, мальчишки объединяются, создают команды, создали. Мы хотим участвовать, надо писать эти, записываться, чтобы тебя, эту команду взяли в соревнования. Ну, чисто самодеятельность. Это, кстати, очень хорошо. Вот этого нам сейчас не хватает в жизни. Пришли в Домоуправление. Вот это первичное звено. Потом еще надо в спорткомитет идти, в районы, там, ну и так дальше, команду оформлять. Пришли энтузиасты. Они говорят, ну, что вы, а как называться команда будет? Я один из организаторов там заводил. Недолго думал, говорю, алмаз. Чего этот алмаз? Потом столько насмешек было, нас, когда мы проиграли, нас называли, ну, стеклорез. Как мне пришло в голову? Разве мог я тогда подумать, что я когда-нибудь буду президентом алмазной компании? Да я понятия не имел об этом, обо всем. Это я просто такой, знаете, привожу ему, как эпизод, который, ну, впоследствии, вот сейчас мне заставляют думать, что многое в жизни как-то не случайно происходит. То это, как судьба, какие-то, как-то ведет людей. Во время вашего правления вы продвигали очень глобальные проекты. Ваши последователи продолжают эти проекты. Как претворяются? Ну, почему нам нужны были глобальные проекты? Потому что республика, она очень резко отличается по своей экономике от других субъектов, регионов Дальнего Востока. Ну, возьмем, например, вот, який такой пример, Магадан. Ну, рядом соседи, значит, и так далее. Казалось бы, ну, примерно одно и то же. Да нет. Магадан сугубо такой промышленный, значит, они там все работают, большая часть промышленности, либо это горнодобывающая, либо рыбная промышленность, либо что-то с этим связано. Они зарабатывают, значит, и при противоравных условиях им вроде хватает, значит, на жизнь. А если не хватает, им сейчас стала федерация очень сильно помогать, да, крайний север, затраты, там, все остальное и прочее. Республика не может так жить, потому что у нас совсем другая структура экономики. У нас очень большое количество сельского населения. Значит, у нас, значит, вот, большие города, такие как Якутск, это огромный город. Сейчас один из самых больших вообще на крайнем севере. Он фактически выполняет такие специфические, очень важные функции. Значит, это функция образовательного, культурного такого, научного центра, значит, но это же не продается на рынке. Значит, точно так же, как и село, значит, требует поддержки. И не потому, что это Якутия. Значит, ну, посмотрите, что делается на Западе, посмотрите, как поддерживает свое сельское хозяйство Европа. Да нам и не снилось этого, как они, значит, буквально, так сказать, осыпают деньгами. Или, значит, даже Соединенные Штаты Америки, все остальное проще. А нам-то в условиях Крайнего Севера сам Бог велел. А подходы, значит, везде одинаковые. Ну, ладно, вот сложился какой-то уровень. Мы там получаем из, сложилась у нас структура экономики, три базовых отрасли. Уголь, значит, алмазы и, значит, золото. Но и каждая из этих отраслей, вроде бы, система образующая для нас. А с другой стороны, она сама, каждая из них стала проблемной. Особенно угольная. Потому что, ну, видно было, что вот уже заканчивается наше надомнительное месторождение. Да, срочно там, значит, развивать новые проекты. И угольные шахты, и эльгу. Золото-довальщая промышленность, значит, ну, к началу 2000-х годов была разорена реформами в России. Значит, отдельные астракты там сохранились. Значит, тоже требовалось большие вложения. Значит, единственное, там, алмазы. Ну, и то, значит, было видно, что, ну, да, на первые десяток лет алмазная промышленность будет устойчиво работать. А вот уже за 2010-2015-2020 годы уже будут проблемы. Федерация, значит, надо дать должное к тому времени, к началу 2000-х годов. Они прекратили, знаете, заниматься таким эволюторизмом. Всем там, кто больше попросит или кто больше лоббистских возможностей имеет, значит, в Москве тот больше получит. Они вывели формулу, вот на каждого человека положено столько-то денег, вот столько-то вы получаете. Это стабильная цифра. А как тогда решить те проблемы, те задачи, которые у нас есть в республике? Значит, надо, ведь социальных вопросов было очень много, именно социальных. Ну, посмотрите, значит, школы надо было массово менять, значит, они там были построены в деревянном исполнении и так далее. Огромное количество аварийного жилья. Значит, дорог нет, значит, не все же дороги там федеральные, все это на плечах субъекта федерации. Значит, систему образования, которая сохранилась в республике, в том числе благодаря Михаилу Афимовичу Николаю Высшего, среди технического образования, надо поддерживать и развивать дальше. Значит, да в конце концов, значит, уровень жизни, задолженность по зарплате тогда была огромная. Ну и зарплата не низкая, ну разве это зарплата для северян? Надо искать средства, значит, только сами можем сделать. Вот отсюда и, как бы, просто необходимость была, значит, создать такие новые отрасли, которые на долгие годы вперед, значит, могли бы, ну, обеспечить будущее республики. Я не хочу сказать, что все это забрекно было, вот, мною и моими коллегами. Мы упирались, на самом деле, на то, что было сделано давным-давно. Если уж там глубоко заглянуть в суть, как бы, наших идей, это все в фундаменте, там, где-то еще идея Максима Кировича Амосова, значит, поколение многих людей, товарища Гаврила Вольфовича Черяева, Юрий Николаевича Прокопьева. Значит, да, в конце концов, мы вот уже в 90-е годы во времена Михаила Фимовича Николаева у нас была утверждена федеральная программа развития в республике Сахай-Куте до 2005 года, 10-летняя. То есть, как бы, наработок у нас было много, теперь надо было их реализовать. Нелегко это сделать. Это нам так кажется, что вот мы такие богатые, значит, и так далее. Как говорят, знаете, за морем телушка-полушка, да рубль перевоз. Да, значит, есть у нас природные ресурсы, но их же, значит, только незначительная часть из них может быть рентабельная. Да и вообще в те годы, значит, никто и думать ничего не хотел там про Севера, про Якутию и так далее, и так далее. Поэтому потребуется, конечно, колоссальное усилие для того, чтобы, ну, разбудить, поднять это все. И, конечно, мы были тогда лидерами, мы буквально, значит, загоняли эти крупные компании. Значит, ну, вот смотрите, 2002 год, в январе я был избран, вступил в должность президента Якутии. А уже в феврале-марте у нас были встречи с Роснефтью и с Газпромом, с этим Миллером, понимаешь, и железнодорогой, все остальное прочее. Вот годы перемолоть нас, заставить, убедить, значит, раскрыть потенциал республики. Вот наше такое прям настойчивое желание не ограничено сегодняшним днем. И я говорил и президенту Путину, и у премьер-министра, вот Фродков, когда уже был, говорил, что наши встречи, там, или какие-то официальные заседания. Я докладываю, там, про текущую нашу деятельность, про то, про сё. Могу, конечно, поставить, там, такие вопросы, всякие вопросы, но разве в этом дело? Надо двигаться, смотреть вперед и на много раз дальше. Ну, вот в этом отношении, я должен сказать, что и президент Путин, и, ну, особенно вот Фродков, они поддержали нас, потому что они в этом увидели что-то такое, что можно потом в целом в России попробовать сделать. И благодаря этому и удалось, собственно говоря, и разобрать схему, и утвердить, и привлечь необходимые ресурсы финансовые, там, и иные, и заставить эту машину завертеться. Вот в этот период времени мы, конечно, были лидерами. Значит, что бы там ни говорили, там, значит, мы всем им заставляли, управляли, приглашали, не мытьём, докатываем, и так далее, и так далее. Мы вели их за собой, в том числе крупные компании, и так далее, и так далее. Ну, времена идут, времена меняются. С одной стороны, всё по инерции идёт, а с другой стороны, укрепившись, теперь они уже начали говорить, значит, как бы, вот, у нас там такие интересы, сякие. И поэтому у моих последователей, те ли у Егорова и Иосифа и Иосифа Сергеевича, у них как бы роль теперь уже другая. Теперь им приходится как-то, ну, не вести их, а как-то с ними находить общий язык и так далее, и так далее. Многое всё-таки упустили, в том числе мы сами, значит, ну, вот особенно мне жалко Южной Якутии, там, все эти наши проекты по металлургическому комплексу, по добыче железной руды, газохимическое, газоперерабатывающее производство, которое сейчас в Амурской области, всё это наше. Это мы написали, нарисовали эти проекты, они туда перекочевали. В этом отношении, конечно, упущение. Но сейчас вот есть попытки новую сделать план, новую схему, и я их поддерживаю. Почему? Потому что вот то, что мы тогда делали, мы всё-таки, как бы с позиции тогдашних взглядов, сейчас, значит, появились совершенно новые возможности. Очень сильно передвинулась наука, очень сильно передвинулась технологии. Много из них можно сейчас реализовать в республике. Вот посмотрите, мы говорим о биотехнологиях, значит, которые основаны на генетических исследованиях, на попытках, там, как бы, влиять на генофонд, значит, на выведение новых живых организмов или организмов старых, но с новыми свойствами и так далее. Вообще, значит, вот эта вся, как бы, проблематика генетическая, ну, это для нас. Это для нас, потому что, пункт первый, вся наша природа, приспособлена к Крайнюю Северу, имеет совершенно, значит, иные, будем говорить, ну, параметры с точки зрения жизнедеятельности, чем во всём мире. И смотрите, за короткий период времени любому нашему растению надо пройти такой путь, который она там проходит полгода, допустим, когда начинается весна. Значит, в нём есть очень биологически такие генетически заложенные процессы, значит, происходят. Это предмет, исследование, предмет используют. У нас есть, вообще-то говоря, наука фундаментальная. Значит, сколько у нас академических институтов, это на это всё можно направить. Значит, то же самое университет, теперь федеральный и так далее, и так далее. Всё это надо соединять и искать что-то новое. Или, например, нанотехнологии. Ведь при помощи нанотехнологии можно получить и уникальные материалы, которые нам нужны для Крайнего Севера. Можно решить такую задачу актуальнейшую, как решить энергетическую проблему. Потому что ведь главная проблема в энергетике – это вообще даже неоткуда взять эту энергию от солнца, там, или от ветра, или от сжигания угля. А как её передать? Значит, можно же, вот когда приезжал, он же нам в Якутске говорил, что надо явление в сфере проводимости. При помощи новых технологий как-то работать над этой темой. Вот это, значит, как бы направление мы можем развивать. Потому что у нас и люди есть, и кадры, и институты, и давние наработки. И без тех проблем североинститут чего-то стоит. Вот в системе образования очень сильное физико-математическое направление. Мы почему-то, вот для меня это всегда было странно, вот химико-биологическое, это немножко у нас хромает. Значит, ну, может, традиции такие, или там ещё что-то. Хотя биология вроде как нашим коньком должна быть, но как так получается? А вот физико-математическое очень сильно. И, значит, конечно же, вот эти вещи, связанные с кибернетикой в широком смысле этого слова, с системой управления, с искусственным интеллектом и так далее, это вещи, которые мы могли бы тоже очень сильно развивать. Это не значит, что мы должны отказаться от старых таких идей. Значит, мы должны как бы реанимировать то, что мы не доделали, значит, на новой технологической основе делать, потому что, ну, жизнь есть жизнь, значит, и базовые основы экономики должны быть, на них нужно развить новые технологии. Значит, надо новые направления, нужны новые люди, новые лидеры, новые идеи. Наша знаменитая схема Якутия-2020 очень много дала. Ну, появились новые предприятия, значит, новые целые отрасли народного хозяйства, изменился транспорт, энергетика, значит, люди, как бы, появились новые профессии, где работают наши молодежь, значит, конечно, я еще раз говорю, я далек от мысли, что мы там все сделали. Там очень много чего мы не доделали, не сделали, что надо дальше делать. Ну, даже от того, что сделано, мы могли бы иметь значительно большую отдачу. Но, к сожалению, есть два очень таких важных обстоятельства. Первое, оно не касается республики, а скорее решается на федеральном уровне. Они же все время, все время, значит, льготируют, льготируют, льготируют все эти крупные монополии и так далее, и так далее, значит, мотивируя там особыми их задачами, сложностями. Газпром получил беспрецедентные льготы. Вот я на заседании правительства России, на вопрос тогда заместителя представителя правительства, Алексей Леонидович Кудриным, когда Якутия станет бездационной, ответил абсолютно определенно, тогда, когда будут введены наши газовые промыслы и чайницкие месторождения газа. Ну, вот оно и введено. А почему же мы не становимся бездационными? А потому что за это время они умудрились освободить их от налогов, причем по большей части от тех, которые должны идти в республиканский бюджет. То же самое, значит, по нефтяникам и так далее, и так далее. Я всегда считал, что неправильно. Понимаете, освобождать от налогов надо тех, кто делает какой-то высокотехнологичную продукцию. А, значит, те, кто добывает природные ресурсы, ни в коем случае никогда не должны освобождаться. Если налоговая система такая, что делает нерентабельным этот ресурс, так лучше его не добывать, пусть он для будущего поколения лежит. Значит, так не может платить стандартные налоги, ну и нечего копать, как говорят, земли. Это неправильно, это ошибочно. Это вот одна сторона дела. Почему мы полной отдачи не имеем? Другая сторона дела, это, конечно, мы сами не используем эти возможности. И прежде всего по наполнению кадрами этих новых проектов. Где-то это удается. Скажем, Транснефть, вот, Сила Сибири, там более 2,5 тысячи человек наших ребят работает. Вот Газпром, вернее, Транснефть, это Восточный Сибирь, Тихьян. А Газпром, Сила Сибири, там 83% наши местные ребят. Но это же не везде. Значит, и в нефтегазовом комплексе, там непосредственно промыслах. И, как бы, в горной промышленности. Но для этого мы сами должны, во-первых, руководить этим процессом. Требует с этих вот наших компаний, которые там работают. И не только требует, но создавать определенный механизм. Определенные системы ипотеки жилищной. Определенные системы направления туда кадров, подготовки и так далее, и так далее. Должна быть такая жесткая совместная работа, чтобы мы могли воспользоваться плодами этой, как бы, создания промышленности. Она была начата, но, к сожалению, как-то потеряли к ней интерес и внимание. Поэтому, я думаю, в эти два направления все-таки надо на федеральном уровне ставить вопросы о возврате этих налогов. И восприятие этой промышленности как своей, что мы там должны работать, оно должно быть. Значит, в эти два направления помогли бы уже сейчас использовать тот потенциал, который есть. Но в будущем он еще лучше потенциал. Мне вот приходилось вот такие алармистские настроения слушать. Да вот, все плохо, ничего подобного. У нас есть очень хорошие перспективы для хорошего развития. Все от нас зависит, от нашей энергии воли. Большая литературная премия. С вашей помощью были награждены выдающиеся литераторы Якутии и России. Эпос Аланхов – это тоже ваш, можно сказать, большой проект, который очень успешный проект. Сейчас он все больше и больше развивается. Вы сейчас живете в Москве со стороны, каким видится якутская культура? Есть сейчас такое всеобщее убеждение, что вот для чего существует вообще производство. Производство существует для того, чтобы получить прибыль. Это закон капитализма и так далее. Это неправильно на самом деле. Да, это так трактуется, так говорится, так внушается людям. На самом деле, значит, все существует для того, чтобы удовлетворять потребности человека. А потребности человека, они очень разнообразны и широкий круг такой. И я бы сказал, материальные потребности, они даже не на первом месте. Они бывают, принимают гипертрофированное такое выражение, знаете, значит, когда человек ведет себя как крест, пытается все-все-все-все-все, понимаешь, значит, больше и больше себе присвоить и так далее, и так далее. Или как Скуперфильд из книжки «Причинь незнаки на луне». А на самом деле не в этом смысл жизни, и не в этом. Значит, смысл в жизни человека, у него есть такие творческие потребности, у него есть душа. И, конечно же, грош цена всем этим каратам, кубометрам, километрам. Значит, если мы, значит, не говорим о том, что должен развиваться человек, должно развиваться общество, и, прежде всего, в духовном плане и так далее. Сама духовная жизнь, она ведь как бы не просто так рождается, она рождается из общения человека с природой. Общение между собой – это одно дело. В человеке заложены гены, на самом деле, которые заставляют его общаться, интересоваться другими людьми, испытывать чувство сострадания, чувство коллективизма и так далее. Это ложь и неправда, когда говорят, что человеку волк и так предупредил природу. Ничего подобного. Если бы так было, человек бы не смог существовать, как биологист существует. Но, смотрите, человек заполнил всю планету. Он отличается этим от всех других живых существ. Те, когда перемещаются в другие природные зоны, то меняются физически, меняется их биология и так далее, они превращаются в другой вид. Вот возьмем медведя, вот белый медведь, а вот бурый. У них вон там в глубине один родственник. Но они, попав в разную природную среду, настолько изменились, что сегодня биологи говорят, что это не один и тот же вид. Это совсем разные виды живут. Хотя внешне они еще друг друга напоминают. А человек, а человек остается человеком, как одного и того же вида, но он занял всю планету. Как он занимает всю планету? Он по-разному взаимодействует с разными природными зонами, с разными природными условиями природной среды. На основе этого рождается этнос. И получается, что способ существования человека меняется, не человека, меняется его взаимодействие с окружающим миром. Значит, на базе которого возникает такое понятие, как этнос. Значит, и вот от этого взаимодействия, от этого процесса этногенеза зарождается культура. Вот это наше богатство. Вот человек, а человек погибнет. Если погибнет, если все будет у них сыром, его не будет существовать. Мозаика, значит, такая, из которой состоится все человечество. И поэтому, значит, любая культура требует поддержки, значит, требует раскрытия этих особенностей, требует раскрытия во время, тем более время перед любой культурой ставит очень сложные задачи. С одной стороны, надо адаптироваться, выходить на какой-то новый уровень в связи с глобализацией и так далее, и так далее. А с другой стороны, надо сохранять свою идентичность. Сложнейшая такая задача. Как это вписать, два вот этих разных процесса. Значит, и поэтому вот перед нами и всегда стояла задача, как бы во всем на многообразии работать. Значит, и, как бы, Алан-Хоу, сохранение, значит, наших старых традиций, может быть, приобретающего какие-то новые формы в постановках и так далее. Сохранение, значит, старых, вот, традиционных праздников, там, эссеев, которых, кстати, тоже заслуживает быть шедевром ЮНЕСКО, так, если так глубоко этим заняться. Материальные культуры, которые, укажем, народы разные, которые, ну, настолько самобытные, значит, ну, вот, хотя бы, допустим, взять изделия наших мастеров. И не обязательно это резьба искусства. Элементарно, из конского волоса, все остальное, это же просто произведение бывает искусством. Это такая работа. Значит, с другой стороны, значит, новую форму надо осваивать. Вот, вот, кинематограф, помните у нас, Журавнина над Ельменем, потом появление Чингисхана. Это, как казалось, такие вот попытки, ну, как-то вот, вписаться, 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 требующие больших денег, затрат, усилием, значит, творчество, какой-то отдачей. А сейчас, пожалуйста, якутский кинематограф, это уже целое явление, как бы, которое, изначально способность людей вот такому творству раскрывает. Или наш театр, который слегка руки Андрея Исаевича Бориса, там приобрел такое звучание, значит, общероссийское, и даже, значит, перешагнув границу России. Теперь он требует, как бы, развития. Без этого ни народ не может существовать. И это одна из таких ключевых, коренных потребностей человека. Да не только дело, значит, в хлебе и мясе. Значит, вот в этом. И вот эти культурные проявления самые разнообразные. Если хотите, и спорт, значит, туда относятся и так далее. И должна быть выстроена целая система. Целая система. Вот, как бы, нельзя отдельными такими кусочками брать и так далее. Но чтобы было вот, как бы, понятно, вот я могу сказать в мирном. Вот у нас были споры, значит, я, будучи президентом республики, настаивал и заставлял, значит, чтобы был создан мирный театр. Деньги большие, деньги надо было вложить, построить новое здание и так далее. Все это мы возложили, естественно, на компанию «Алроса» и так далее. Они говорят, да нет, ну это мы сделаем какое-нибудь раз в настаивании, в культурном учреждении. Зачем нам театр, зачем нам трупы? А вопрос был поставлен так. А вот затем, что у вас есть филиал университета? Есть. Вот этот молодой человек, который туда приехал, значит, учиться, что он должен приобрести за время обучения в этом филиале? Значит, только ли специальные знания, значит, знания горника или нефтяника? Значит, да, у вас там, может быть, самые лучшие на планете алмазники, которые могут передать от своего опыта. Да, у нас тут работают крупные компании в нефти и газе, они тоже, значит, преподают, опекают, поддерживают. Но это уже мало. Человек, который имеет высшее образование, должен быть как бы с широким кругозором и, значит, очень хорошей подготовкой. Поэтому и спорт, вот там дворе спорта, там стадион построили, и культурный, и театр. Именно театр. Чтобы настоящий театр был, чтобы и своя труппа была, и приезжали. Только так, значит, можно, ну, найти сочетание, что ли. Так не получится, значит, один бизнес, значит, одна экономика, мы потеряем смысл в жизни. Поэтому это очень такие важные, тонкие вещи. И это же работа не только такая, знаете, что-то такое явление. Это нужно, значит, явление культуры какой-то. Как выиграли какой-то конкурс, значит, имени Чайковского и там или еще что-то. Это все важно и нужно. Но надо, чтобы, значит, все это прямо с детства снизу, из населенных пунктов. Или та же самая монументальная культура. Ну, допустим, памятники, стелы всевозможные. Если нас сейчас с вами попросят, значит, положат, ну, разные типы, картинки, типы людей. Кто из них красивый? Да мы с вами выберем примерно одинаково. Значит, так. А итальянец? А другой тип выберет. Значит, почему, откуда это у нас делалось? Да это формировалось с самого детства. Когда мы с вами книжку открывали, там, про, значит, Василису прекрасно, или сказки по мотивам там Алан-Хо и так далее, мы оттуда это все впитываем. Когда человек выходит на улицу и видит какую-то хорошую архитектуру, какие-то памятники, значит, и так далее, это все откладывается, откладывается. В этом душа и в этом тяга к родному. Делаем фильм с условным названием по следам Ивана Гончарова, который, ну, без малого, 170 лет назад проезжал через наш край. И он очень хорошо описал и быт, и этнографию. И в 2002 году, оказывается, тоже с вашей помощью писатели российские приезжали. Была экспедиция литературная по этим местам. Есть книга, вы их принимали. И вот эта дорога начала строиться до Усть-Мая и дальше, да? Хотела бы узнать, почему вы поддержали этот проект? Мы вели очень активную работу с администрацией Хабарского края, значит, чтобы вот эту дорогу Якутск-Усть-Мая, значит, Нилькан и Айян превратить в федеральную дорогу, выхватить федеральные деньги и сделать ее прям федеральной дорогой. Мы мотивировали тем, что надо связывать два субъекта федерации. Мы хотели получить выход к морю, значит, напрямую, ну, для разных целей, значит. А с другой стороны, значит, как бы потом, в дальнейшем, мы думали о том, что она может получить развитие, свернув Твана Капсу-Мореса на море, и мы бы прямо получим выход прямо на Дальний Восток. Ведь нам сейчас петлю надо делать, чтобы попасть в Приморье или там в Хабаровский край и так далее. Но это чисто такие утилитарные, как бы, вопросы. А вообще говоря, значит, когда мы на этой трассе, что ли, ну, я там бывал в некоторых местах, посмотрел, как это может быть, и так далее, там же очень старые поселения были, потому что это все развивалось до революции, еще там и телеграфная линия была, там и крестьян расселили, там и скот начали содержать. Значит, будем говорить, это считалось такая, значит, что ли, магистрали, поэтому там все, значит, пронизано историей. Пронизано историей. Историей народа Саха, истории коренных народов, которые там есть. Значит, там вот в Хабаровском крае, значит, вот был один человек, Нивх, значит, с которым мы знакомы были несколько лет подряд, и там приезжал, с ним встречался, понимаешь, он там, значит, жил постоянно, зимовье у него было там и бывало. В общем, конечно-таки еще и красиво, и таинственно, и сложно, там через горы, и все остальное прочее. И, грубо говоря, поэтому и наши писатели так стремились по следам первопроходцев пройти, почувствовать, что же они чувствовали, когда там были, когда там жили. Поэтому тут все в одном. И экономика, и география, новые перспективы для республики. Кстати, Асен Сергеевич тоже эту тему интересовался, и, как бы, наверное, продолжит эту работу. И, значит, старина история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok